Дворник профессия самая невидимая и самая необходимая. Он не заметен, пока есть и наоборот. Если улица зарастает мусором, значит дворник не работает. О плюсах и минусах данной работы нам рассказала мастер своего дела, работник горжилфонда Любовь Печерина. Любовь Валентиновна работает дворником уже более 10 лет. По словам женщины, судить о профессии легкана или тяжела, не имея в ней никакого опыта, пожалуй, не стоит. Вот, например, на первый взгляд кажется, что мести метлой вовсе не сложное занятие, а на самом деле работать тяжело. Ну вот зимой снега столько много чистить, весной тоже много мусора убирать, тоже тяжеловато. Но летом полегче немножко, летом клумбы начинаются, покраска, клумбы заканчиваются, покраска начинается. Работа всегда есть. Любовь Печерина обслуживает всего один дом, но какой? Десятиподъездный. Здесь всегда чисто вопреки поговорке, которая гласит, что, мол, главное бы не сорили. И в большей степени это заслуга нашей героине. Ее рабочий день начинается в 7 утра. Трудиться приходится ежедневно, кроме воскресенья. Мы приходим, первым делом выключаем свет, потом проверяем чердачные люки, есть ли замки, подвалы также, есть ли замки. Потом идем на мусорку. Мусорку прибрали, уже начинаем чистить у подъездов. Подъезды почистили, спуски в подвалы, люки канализационные, мусор подобрали. И в 10 часов уходим на обед. Обед с 10 до 12, с 12 до 3 работаем. Дворник – работа малооплачиваемая, поэтому и невостребованная. Часто людям этой профессии приходится сталкиваться с негативом жильцов. Любовь Валентиновне пока удается избежать этой участи. Ну, не знаю, по-моему, никогда не жаловались мастерам, что плохо убирают. Ну, спасибо, говорят. Хорошо, убираете. К сожалению, не всем везет так же, как Любовью Печериной. Но как бы ни ругали дворников, без них по-прежнему не обходится ни один двор, ни один дом и ни одно предприятие. Поэтому, видя, как тяжело приходится дворнику убирать территорию, не забывайте хоть иногда благодарить за его нелегкий труд.